Это трэш Excuse me, can you help? Крис! Она исчезла куда-то Кошмар какой Просидели в полиции Потеряли время и деньги Мы сейчас находимся в Лумберг Нидерланды У меня сердце колодец Я хочу быстрей свалить Привет, крошки Утро А кажется расцветка какая-то, да? Как будто так и было всё Как будто мы такие Давай заснимем сразу в утро, заранее Не, мы только проснулись Да не, я пухшая, как бы тут видно Крисы издеваются Стесняются вас вообще Спрячу их Мы проснулись Вот реально я спала хорошо Ты как, Крис, спала? Прям крепенько, на самом деле нагрелось Тут тепло Но мне всю ночь снилось, честно говоря Снился этот дом Какие-то ужасы снились вокруг него Ну вы поняли, короче Он нас впечатлил очень сильно А вот в этих апартаментах Не апартаментах, а в отеле Ну это отель вообще, это не хостел, это отель Здесь нет холодильника И она спросила вообще Будете ли вы завтрак? А я поняла, у нас есть кофе, у нас есть еда Мы уже закупили туда пакет целый Мы все взяли с собой А тут окажется, нет чайника Ну как бы холодильника Я думала, мы возьмем пакет сюда, все разложим Утречком позавтракаем, нормально А сейчас я встала, и вот 6 часов будильник у нас прозвенел И с 6 до 7 я только и думаю, как я буду пить кофе А мне уже хочется его выпить Потому что без него я не просыпаюсь Но там вообще все ритуалы утренние Там умыться, то все Ну вы поняли Поэтому сейчас еду на разведку Узнать, какое кофе у нее Есть ли у нее лата Если нет, то пусть даст кипятка хотя бы Крис, ты остаешь из-за старшего? Откроешь мне дверь, потому что я не беру Ага, тут ключение, тут же по коду вход Я беру только от машины ключи И все деньги Сейчас покажу за стороны вам, как наш отель выглядит Или оставить открыто? Ну что? Ну ладно Думаю потом, как ты будешь открывать Смотрите, здесь тоже как в фильмах Знаете, вот эти вот отели были Я в фильмах помню такие отели Там поднимаешься, второй, третий этаж И вот куча вот таких вот комнат Так, сейчас нам нужно узнать, что нам делать с кофе Нам нужен кофе срочно Открою Которые были у меня в бьюти коробочке Эти, кинзо какие-то новенькие походу У них такой приятный аромат Не знаю, мне он очень нравится И в итоге как-то все это сделало мое настроение Как вы помните, я аромы люблю Оно реально делает настроение Ну и когда ты накрашен, я решила ярко губы накрасить В этот раз, знаете, такой байву раскрас Так Что такое? Что происходит? Ну, решила сама себе поднять настроение Вот своим лицом Кристиночка тоже вон себя в порядок приводит И сейчас мы прыгаем в машину И все, я уже забила Вот, кстати, супер вообще Я всем рекомендую, когда вы будете брать в аренду машину Не надо брать их местный навигатор Или еще что-то Во-первых, у них местный навигатор стоил, представляете Семь тысяч с половиной Просто, чтобы вам дали навигатор в машину А вот, допустим, на Теле 2 Я подключила роуминг, интернет Безлимитный, без всего 350 рублей за сутки И то снимается по факту выхода То есть, если вы вышли, снимается за сутки И все, вы пользуетесь безлимитно Я пользуюсь навигатором, ватсапом, звонки То есть, я все время на связи И это очень круто Единственное, что я так и не посмотрела Можно ли заряжать в машине Есть ли переходник там какой-то USB Потому что очень быстро заряжается телефон Так как ты общаешься и едешь по навигатору долго И в принципе, навигатор даже просто Яндекс, я ничего не делала Он сразу находит место, название Везет вас туда Все хорошо Вот, в общем, сейчас мы уже выходим И выезжаем Хозяин нашего дома так и не На связь не вышел На смс не отвечает Даже если он не говорит там по-английски Да, никак То есть, вообще никак не отвечает Никак не дает о себе знать Вот так Вот такие вот апартаменты Вот, смотрите Отельчик наш со стороны Слушай, он больше похож как из фильмов Как это называется из фильмов, когда Сейчас, подожди Убрала куда-то ключи Все, открывай Открылась, нет? Вот в фильмах такие вот есть Когда вот видите, много-много-много На дороге где-нибудь останавливаются Там вот такое вот Да ты сильно не убирай На заднее сиденье положи вот эти штуки Чемоданную камеру, чтобы проверить Вот, вот наша машинка, кстати, нормально Чтобы вы ее увидели Вот она Пятидверная, вперед у нее такой симпатичный Вот То есть, это такой, знаете Ну, как бы на кроссовер даже смахивает Я вам так скажу Машинка такая приличная Это не мини-мини-мини что-то, что, например Я в Испании бронировала Тут нормальная машинка такая Внутри его тоже Видно вам? Ну, все достаточно комфортно Черненько как бы Черненько Как блондинка, да? Надо ее скорее нагреть Холодно тут на самом деле Спасибо Кристиночке, что она решила Ничего подснять для вас Сейчас мы едем в один из самых лучших Больших аутлетов Которые нам бы рекомендовали Но на самом деле здесь рядом Очень много аутлетов Сейчас мы едем Сколько там километров? 76 мне показал километров И какой-то зеленый значок Я не знаю, что это такое Либо платная дорога Хотя, может быть, там доллар был бы Либо это граница Ну, по любому какому границу проезжать И я тоже вот так за рулем Никогда границы еще не пересекала Я этого не помню Я не знаю, что нужно будет А, единственное, когда мы границы пересекали Это в Индии когда были Штаты пересекали, да Там были границы всякие Мы заполняли декларации Долго на границе были Вы верните нам Да Держите здесь Короче, мы включимся, когда будет границ Мы пока едем Смотри, они здороваются Привет, коровки! Давай откроем Привет, сладки! Красивые такие, да? Угу Короче, очень круто Мы поездили по Нидерландам Сейчас вот как бы мы едем По городу едем Вот мы коровок встретили Все дела И, короче, навигатор нас ввел в тупик То есть он один поворот показал Куда поворачивать нельзя Потом он перестроил маршрут Езжайте прямо И, короче, мы приехали И просто вот тупик Просто я даже не хочу выходить из машины Просто тупик Тут какие-то склады Вот, пожалуйста И все Дорога туда прямо как бы либо назад Еще мы тут полчаса крутили В итоге, короче, я набрала сейчас обратно адрес Нам хозяин вроде бы квартиры как-то появился Сказал оставьте ключи И он позвонил в букинг Типа они придумают, что можно сделать И так как мы полпути только проехали Я думаю, что сейчас надо вернуться Оставить эти ключи И снова поехать по той же дороге Только вот там, где был момент Нужно быть более внимательным Чтоб не пропустить поворот А ехать так же прямо как бы Это трэш Крис, что ты думаешь в пятной погоде вообще всем? Ну, чего? Ну, нормально Ну, нормально себя чувствуешь? Да Хорошо тебе Мы приехали на заправку И никто нас не встречает И я что-то не пойму, как вообще тут заправляться Excuse me Can you help? Yes I don't know how I need With card Card? Yes Only card Only card I can't put all Okay Okay Okay, thank you Здесь только, короче, можно Карты расплачиваться Поэтому мы здесь задерживаться не будем Я хочу подойти к той речке Просто я тут приостановилась У нас как бы еще есть Здесь только карты И тут вообще никто не помогает Поэтому мы сейчас вот паркуемся просто вот где-то здесь вот И пойдем на речку посмотрим Хоть так приостановились где-нибудь Такая речка Мы снова въехали в Льеж, уже приехали Полчаса мы ехали до Льежа Здесь даже уточки Видите вы? Не убежали чуточку В общем, вот Такое местечко Так, где у меня свет падает? Ага Мы въехали в Льеж И сейчас Буквально осталось 3 минуты Нам до этого дома Мы сейчас оставим Где-нибудь ключи И все И хозяин вроде бы объявился И сказал, что позвонить на booking Что-нибудь они будут решать Не знаю что Но главное, что этот город Больше нас держать не будет Это важно И мы снова отправляем В Сувалу Стоим на светофоре Смотрите какой замок Ну тут припарковаться просто негде Чтобы я показала вам Его И сама посмотрела В общем Время такое, что все еще закрыто Мы проголодались Ключи оставили Я спросила, когда будут результаты И хозяин ответил Что типа около 12 Но в любом случае Налика нам давать не будут Нам если вернут деньги На что я надеюсь Но честно говоря сомневаюсь А то это только на карту вернут Потому что я карты расплачивалась Может быть в офис Нужно будет куда-то Букинг поехать Я не знаю есть ли у них офис или нет Короче мы голодные Все закрыто И кофе даже мы не попьем с тобой пока Нужно будет его где-то искать Потом отправимся Сейчас мы в Льеже сидим Там где нельзя на самом деле стоять Мы голодные И вот мы кушаем Смотрите У нас маслица Которое мы набираем Вот так смотрите Вот сейчас Вот так Опа Блины которые нужно греть У нас Ой, хорошо с маслицем Там ветчина Которая уже чуть-чуть сырок Вкусно тебе делится? Да Главное не голодные А то мы уже залиться начали Пакеты Я говорю, Крис мы как бичи Она такая Ничего себе бичи Ничего себе бичи Ничего себе бичи Продуктов на 4 штуки Продуктов на 4 штуки Мы в машине сидим В центре Льежа В центре Льежа Бичи Ну что, мы приехали в этот аутлет Пока мы до него ехали где-то 2 километра Мне прям очень нравится это весь райончик И тут тоже есть гостиницы И прям вот этот городочек Мы не поняли какой это город был только, да? Крис Крис Она исчезла куда-то Вот что за городочек Сейчас я прям в навигаторе посмотрю Он такой уютный Совсем по-другому И уже на парковке меня Так вообще встретили Видят, что мне нужна помощь И девушка подошла Улыбается Красивая такая Мне что-то подсказывает И я такая И вот Короче все так мило-мило Как я люблю И вот сейчас мы приехали в этот аутлет Это такой Я вообще думала, что это большой торговый центр Знаете Где ну как бы скидосы все Как у нас дискаунты есть какие-то, да? Вот А это в общем такой Как я не знаю Целый такой вот Земля огромная На которой стоят много отдельных магазинчиков И вот Пума я вижу уже, да? Мы видим И то есть И мы вот так гуляем Здесь очень долго можно гулять Наслаждаться Я бы здесь в общем задержала Если бы знаете Там пару дней Маршрут перестроен Я так не поняла Где это? Через 200 метров Верните налево Знаю, что это на границе Германии и Голландии Но что за город Я не знаю Я узнаю И вам позже скажу тогда Ладно? Тут кафешечка уже красивая такая Тут уже Все совсем по-другому Пума Ну я бы не в Пуму конечно бы пошла первым делом Куда-нибудь В другое место В общем Погуляем Мне порадовал местный туалет Очень круто Здесь огромное зеркало Видите, какое все Пахнет так Все, смотрите Туалет кайфучий, бесплатный Все хорошо Но его тоже нужно было найти Для этого нужно было спросить Ни один раз где он находится Здесь есть Для леди Для Мам Здесь мир для мужчин Джин Джин Бэйби Для инвалидов Все, короче, как можно Короче, здесь очень красиво, если честно Мы туда уходим, Крис? Туда уходим Ну все Мне, кстати, позвонили с букинга И девушка по-русски выясняла все моменты В общем, я все сказала Что нас не устроило Было очень много моментов Что я хотела, ну как бы, хочу полностью отменить А он вроде как предлагает половину, чтобы я оставила денег То есть, хитро Хитро В общем, я все объяснила Посмотрим, что будет Она сказала перезвонить В общем, я на связи И пока мы гуляем по этому прекрасному месту Красивому Заходим в магазин И мы еще не поняли, что, сколько стоит Поэтому сейчас будем разбираться Версачо Что у нас тут продают? Какая курточка Какая Приятненькая Видите, какие маленькие New Balance я нашла Стоят они 31,5 евро Вот я подумаю бы малышу взять такие Вроде есть наш размер Не все, конечно, из нашего размера Но что-то вот интересненькое хочется взять Но эти еще летние, а вот уже потеплее Вот такие хорошие Обязательно что-то надо привезти малышу моему Короче, сейчас буду смотреть Ну и вообще, в принципе, цены Да, я скажу Ну вот То, что продается у нас Ну вот, наверное Вот, 75 евро Подожди Аутлет Тут еще, смотрите Что-то Новая цена 52 евро Я свои кроссы покупала за 10 тысяч Вот эти Так что, считайте сами Вот 45 евро Короче, пополам Цены пополам Называется Так Низя Угу А вот сейчас Низя Угу А вот сейчас Я бросаю вообще Другое дело Главное Как для этого клипа Поэтому зашли в Гочи Низя 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 Ну давай полазим Ну, давай полазим Но как-то сказать о цене Я тут не поняла, здесь ценник не написано. Нету, сам? Нету, нету. Ценника вроде нету. Красивые очки. Бесподобные. Замерь, что они. Ой, замерь. Видите? Ну вот, рубку купила за 300 с чем-то евро. Какая ты красивая. 400 евро будешь брать? Все заворонить. Подожди, а в кабачках 54 может это скидка? Может это скидка? 54 евро всего? Да нет. Все, это непонятно, а скидочка, да? Да нет, это не скидка. Что это значит? Надо узнать. Надо это померить, девочки, мне кажется. А сколько стоит такая красота? Есть прайс. Есть 395 евро. 395 евро. Смотрела себе гучики вот такие вот. Стоят они 230 евро. Вот я теперь думаю, смотрю. Нравится, не нравится. Как вообще что? Не пойму. Просто глаза слепные. Это рукава на куртке. Офигеть. Ротская офигеть. Тоже крута. Офигеть. Крошки мои, мы наконец-таки остановились. Прошли я не знаю сколько, но знаю, что еще очень много мы не прошли. Еще ничего конкретно не купили. Пока что там своим близким я фотографирую там, что мне нравится. чтобы они что-нибудь выбрали себе. Я в одном магазине что-то нашла, оставила. В другом магазине что-то нашла, оставила. В третьем, в четвертом. Короче, буду возвращаться по ходу. Потому что просто не хочется, знаете, ну, есть какие-то вещи, которые ты... Не то, что прям вау, хочу там, мое, да. Думаю, сейчас пойду, другую фирму хорошую найду. Чуть, ну, как бы, пусть дороже, но то, что прям вообще будет вау, да. Поэтому пока что я так везде пооставляла. И то, что у меня потом где оставились точки, я вернусь по этим точкам и все куплю. На самом деле здесь прекраснейшее место. Здесь очень приятно. По сравнению с Льежем, где мы были. Это вообще просто небо и земля. Да, наконец-таки нас, этот замок, в котором мы прожили несколько часов, отпустил. Половину денег нам должны вернуть. Вот. Но мы без жилья, ничего не бронировали. То есть мы здесь тусуемся. И ближе к вечеру мы зайдем на букинг и уже посмотрим. Вообще здесь есть недалеко отели. Возможно, мы останемся здесь, потому что мне будет очень приятно заехать сюда снова, посидеть, что-нибудь съесть. Здесь прекрасное кафе. Вот прям готовят при тебе. Мы взяли супчики, вот грибной, целую миску. Вот я себе взяла суп и взяли смузи огромный на двоих. Вышло все 17 долларов всего. Ну, я считаю, нормально. Это нормально для Европы. Можно было бы и дороже еще поесть. Вот. Здесь очень приятно. Здесь очень милые, улыбчивые люди. Куча магазинов. Как мой любимый, мы с ним созвонились. Он говорит, ты-то, наверное, здесь жила. Я говорю, да. Здесь очень красиво, очень приятно. И куча магазинов. Ну что, мы с Кристюшей закупились. Сейчас мы оплатим парковочку. Мы прошли, на самом деле, этот аутлет два раза. Вот. И наша машинка нас ждет. Я не знаю, сколько мы сейчас будем должны вообще за парковочку. Вот. И, короче, мы еще ничего не сняли из жилья. И нам нужно подумать о жилье. Сейчас мы этим будем заниматься. Ноги болят, жесть. Но мы счастливы. А вот лет сзади нас. Прощай. Может быть... Не, не прощай. До свидания. Ну все, оплатила парковочку. Всего 3 евро. Ну, тут на целый день, короче, как я поняла. 3 евро всего. Это нормально, мне кажется, классно. Клево. Было бы, конечно, не очень, если каждый час 3 евро, 3 евро. Мы тут столько целый день пробыли. Целый день. Ну все, вот наша машинка. Прыгаем, ноги, и жизнь болят. В общем, мы опять в поисках отеля. Вроде написано отель. Как в него войти? Непонятно. Ой, господи. Где все ресепшены? Тут вроде ходят. А где уходишь в отеле? В отеле? You have to check in first, in there. The hotel, the hotel here, which is there. Hotel need what... You have the around the corner, next door. Hotel next door? Next door? This hotel. Yeah. But you already checked in? Yes, and if you check in, you have to do it. No, check in, check in. Yeah. Check in? Yeah. On the other side of the road? Ага. Hotel Romand, that one. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Я ничего не поняла. Они иногда так быстро говорят. Я что-то понимаю иногда, а что-то нет. Хотя вроде он простые слова говорит, но я не все могу запомнить. Так, он сказал, что что-то где-то здесь рядом. Господи, как же здесь миленько. Смотрите, я так люблю такие кафешечки. Так, у нас здесь где-то должен быть отель. Сейчас отель стоит там где-то около шести с половиной тысячи. Я посмотрела. Сейчас нам надо его найти. Там, по-моему, один номер остался. Это вообще тут рядом с вот этим нашим аутлетом. Так, и где-где-где? Где-где-где? Идём, идём на своих волнах. И тут просто такой вау! Вау! Замок, который нашёл нас сам. И так подсвечивает ещё красиво. А мы не можем найти отель. Что очень важно. В общем, мы еле добрались до какого-то отеля. Но только здесь нет ни ресепшена, ничего. Здесь была написана следующая дверь. Мы же по-английски не понимаем, что там до конца. Оказывается, нужно было через кафе зайти. И мы вокруг, короче, тут ходим-ходим, не можем найти. Но мы зашли через кафе. И как бы тут нет ресепшена. Но мне у кого что-нибудь либо спросить, пойдём в кафе спрашивать тогда. И самое интересное, что теперь, короче, тут закрыто. Мы не можем выйти. Карточки какие-то прикололить. Боже мой, смотрите, а там кафе. Сейчас мы будем стучать. Кошмар какой. Уже шли без спроса, называется. Нифига лазить, блин, где вас не проводят. Это вообще-то... Крис, я обещала тебе приключения. Я вообще, вот, я реально... Это даже более, чем я думала. Это про все ожидания просто. Приключения best-the-best. Сейчас будет официантка идти с улицы в дом. И я буду стучать. Смотреть. Это же, видишь, ничего нигде не нажимается. Там кнопка не нажимается. И что это? Она стоит, принимает за таз. Нас снимает камеру, покажи. И никто нам не поможет. Вот, девушка-дед. Пожалуйста, открывай. Извините, где? Фотел. Фотел. Да? Короче, нам нужно вот в этот огромный дом. Там зарегистрироваться. И потом сюда прийти. Это трэш. Но почему? Когда подъехать к дому, и они говорят сюда. Зачем? Если здесь нельзя зарегистрироваться. Так. Где мы переходим дорогу? Где пешеходник? Может, как нормально должны пешеходники переходить? Покажи. Ты не хочешь на губы лечь? Я не спорю. Давай. Куча дорог. Ройермонт. Девочки, я вижу. Вон написано Ройермонт. А вот это, по-моему, даже еще тоже. Короче, сейчас найдем. Смотрите, как тут красиво. Такое местечко красиво. Вот это другое дело. Это не льешь. Это красота. В общем, мы нашли отель. Но это не этот отель, это другой. А этот уже его нет на сайте. Представляете? Я, то есть, его хотела взять. А теперь его нет на сайте. Сейчас мы начали искать. Его нет на сайте. И космические цены какие-то, блин. Ну, все дороже и дороже и дороже. Я, честно говоря, не знаю, что делать. Сейчас мы сядем в машину, дабы ее вообще не забрали. Никто никуда. То я боюсь. Однажды эвакуировали у меня машину. Это было странно. Очень страшно. Ну, не страшно, но странно. И не кайфово. И дорого. Просидели в полиции. Потеряли время и деньги. Мы тогда заплатили 100 евро или 150. Сейчас сядем в машину, я поставлю зарядку. И будем искать отель. И, возможно, мы поедем куда-то дальше. Потому что здесь цены большие. Вот именно вот в этом месте. Мы просто можем отъехать немножко. 10 километров уже другие какие-то места будут. В общем, посмотрим сейчас. Ну что, мы нашли отель. Доехали 10 километров. Там около 10 от Рурманда. Как это я сказала? Лунберг. Блин, я забыла название. В общем, вот у нас такая кровать с двумя кроватями соединенная. И уже второй отель, в котором нет холодильника. Такие дела. Ну, здесь душ, в общем-то, и туалет. И все. Терраса у нас есть. На 8 утра заказала завтрак. И, наверное, завтра мы будем тоже куда-то двигаться. В общем, устали. Надо отдохнуть и что-нибудь перекусить. Сюда будешь делиться впечатлением. Чего? Ты же рассказала уже все. Я ничего не рассказала. Не знаю, что рассказать. Мне нечего рассказывать. Я устала. Видите, какая бука со мной рядом заходится? Да, я просто устала. Уже ночь. В общем, мы нашли отель. Я говорила. Мы ходили покушали пиццы рядом. То, что нам рекомендовал хозяин этого отеля, я так и не нашла. Ну, нашла другое. Не стали мы путешествовать на ночь глядя. Мы поели пиццу. Я два кусочка съела, а пицца огромная такая. Так что мы в машине в холоде оставили пиццу. Если что, завтра в дороге точно мы проголодаемся. Потому что завтра мы собираемся, наверное, в Париж поехать. Мы еще ничего не смотрели. Но я думаю, что вообще-то как-то надо. Вообще-то как-то заранее все это сделать. Но мы так устали. Мы хотим спать. И, скорее всего, мы только завтра начнем об этом думать. Туда ехать, я знаю, 350 километров. Это от Льежа. А где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в Лумберг, Нидерланды. Вот я вам сказала, что я скажу, где мы. Да, мы сейчас в этом городе. Там само все выключается. Вот. Очень устали, правда, очень устали. Много всего накупили. Много интересного. Но пока даже не хочется, честно говоря, желание не это брать пакеты, смотреть, разбирать. Это уже все потом. Это уже все дома, если честно. Мне кажется, я даже ничего не открою. Но если только надо будет что-нибудь одеть и грязные одежды сменить, то да. Например, если не высохнут мои носки, то можно новые одеть. Но вообще у меня есть запасные носки. Новые не буду надевать. А можно и надеть. Вот. Короче, что я еще не купила? Я хочу зимнюю обувь ребенку купить. Я хочу себе обувь все-таки купить. Потому что я ничего не нашла в этом отлете. Того, чтобы мне понравилось. И я отдавала деньги хоть даже 50% дешевле. То есть, ну, так чтобы, знаете, приходишь туда и покупаешь все подряд. Реально. И цены, ну, как бы они не такие уж прям дешевые. И там не по 10 евро все, да. Цены нормальные. Ну, дисконт 30%. Ну, 50 есть. Да. И если эту марку я ношу и люблю, и если есть что-то, что мне нравится, я, конечно, возьму. Потому что я уже пока там была, ну, в России, да, дома. Я присматривала что-то и думаю, не, здесь я не буду брать. Я вот там посмотрю, в Европе все это дело. Но много еще чего не взяла. Как бы из одежды толком ничего не взяла. То есть, там такое сумочки. Ну, в общем, короче. В общем, любимому, главное, взяла. И сыну взяла. Все. Себе как бы так еще, ну, немного взяла. Не все, что хотела взять. Так, чуть-чуть. Вот. Поэтому надо еще в аутлет какой-нибудь зайти. Может быть, около Франции где-то будет. Может, по дороге где-то мы заедем. Посмотрим. Надо посмотреть, в общем, маршрут. Завтра у нас будет завтрак. Мы, наверное, сядем за завтраком. Что-нибудь все это дело посмотрим. Потому что сейчас хочется уже спать. Мне уже жарко. Мы включили тут обогреватель. У Кристины как-то холодно вечно. А у меня уши горят уже от жары. Крис, может, выключил? Выключил. Кстати, мы очень по-разному воспринимаем нашу поездку. Сейчас с Кристиной разговаривала. Я реально нервничаю постоянно. Нервничаю психую как бы вообще. То есть то мы проехали поворот, то мы, я не знаю, что мы. Короче, по любому поводу я очень сильно нервничаю и кипишую. Мы не можем найти отель, я кипишую. Мы что-то пропускаем, я кипишую. Из-за чего я еще кипишую? Короче, меня все напрягает, когда что-то идет прям негладко. Вот любая негладкость, она меня напрягает, потому что мы в другом месте. И как бы это не решается вот так вот раз, да. Допустим, мы пропускаем повороты, пропускаем, у нас навигатор в тупик заводит. И это жесть вообще, понимаете, это жесть. Когда ты не знаешь, куда ехать, а как спросить, то есть это не так, что вот поедете прямо, поверните направо. Нет, там же ж надо направо, налево, налево, направо, направо, налево. И, короче, снова мы заботились, еще и на нерусском языке. Короче, я нервничаю постоянно. А Кристина вообще не нервничает. Максимум она нервничала, и то она так, знаете, как это, спокойная. Спокойные нервы называются, когда мы жили в этом замке. То есть она тоже там прислушивалась к каким-то звукам, то-се. И я сначала не говорила ей о своих там страхах, да. То есть мне все время казалось, что кто-то дверь открывает, мне все время там какие-то звуки, они меня бесили, раздражали в этом доме. Мне казалось, что кто-то ходит там наверху, то есть вот так скрипит пол, да. Но я ей ничего не говорила, потому что я знала, что она мнительная, она начнет переживать, она в жастике вообще не любит смотреть, потому что она как бы переживает. Да и я их тоже особо не люблю смотреть. Но я молчала, думаю, наверное, это мои предрассудки все. А когда я уже вскочила и поняла, что я здесь жить не могу из-за этой двери внизу, все, я начала Кристинку растрополять, и она такая, и все равно она спокойна при этом, при всем. Я, у меня сердце колодится, я хочу быстрее свалить из-за этого дома, мне там страшно находиться. Вот. А она как бы, ну как бы, как бы, ну пойдем. Как-то так. В общем, все спокойно. Пропускаем повороты спокойно. Не можем найти отель, ну ничего. Как мне кажется, она и готова, и в машине поспать, все нормально, я вчера ходила. А если бы мы в машине Криса остались? Че? Не кают, не кают, не кают. Ну Николаев, а что делать? Все нормально, как со мной, короче... Да, сложно, что это Николаев. Не знаю, блин, Николаев спать в машине. Неудобно. Не кают. Короче, вообще, да? Дзен. Просто дзен. Ладно, девочки, спокойно ночи. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok